Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашишь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после возделенный лут, и, наконец, приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там всё то же самое. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй. Никакой рутины. Только фан. Хакки-брэсс. Белоби-бит, там браво толк. Вышел. Да, блядь, я не могу никак посмотреть, я анти-хайп. Всё, я иду сейчас смотреть. Вы про это? И вот в ночь, когда я взялась за это дело, лил дождь. Я никогда бы такой... А я лил пятёрка. ...не поверила. Парк развлечений, где только и делают, что сражаются. Но тут... ...вошёл Дэнни и сказал... Блядь, я по-твоему нахуй кто, раз ты мне, блядь, автоматически ставишь 480 пи, блядь. Я не поняла ни слова, но доказательства говорили сами за себя. Я знала, что нужно делать. Так что я сказала, вперёд Дэнни, распутаем это дело. Добро пожаловать на Бролл Ток. Давай, еби. Жесть, вау, мультик. Ёбаный рот, покажи ты, сука! Покажите просто новых Брайлеров, бравлеров, ё... Крак. Это новый бравлер? Нихуясь, это кто? Это же этот, 8 бит. Мы отправляемся в инфоцентр парка Стар, где можно узнать, как добраться до любого уголка в парке. А это значит, что перед нами новый... Ладно, по центру, я никогда не выскажусь, если сейчас не выскажусь. Меня бесят, блядь. Маникюр, когда длинный у женщины, и у неё ноготь чуть кривее пальца. Вот когда идёт палец вперёд, и когда нарощенный ноготь... Ну, может быть, это специально так, ну, блядь, получается, потому что ногти неправильно растут. Вот. Но когда чуть-чуть, блядь, кривее пальца, меня нахуй... Блядь, я хочу взять ножницы, нахуй. Как добраться до любого уголка в парке? А это значит, что перед нами новый сезон Брайл Пасс. Случай в инфоцентре. Арти новый хроматический боец. Это... Russia Today канал новостной. Робот-система наблюдения, помогающий разобраться в том, что произошло в инфоцентре. Арти видит и слышит всё, что происходит в парке Старо. Ебачит. У него есть доступ ко всем скрытым камерам парка. Если окажешься в парке, то лучше улыбайся. Тебя, скорее всего, снимают. Нихуя, ака... Ну, а это же Чирит, блядь. Он всех будет видеть. В чём тогда прикол этих кустов? У Арти есть досье на каждого бойца. Если хотите узнать... Секреты бойцов, обращайтесь к Арти. Хорошо, ты дай. Основная атака Арти ставит метку, когда попадает в цель. Помеченный противник получит больше урона от любой следующей атаки. Нихуя. Как только урон будет получен, метка исчезнет. Одновременно можно пометить несколько целей. Ебачит. Цельтесь бойцов в других частях карты, чтобы помочь товарищам по команде. Ульта Арти разделяет его пополам. Его ноги остаются там, где была использована ульта. А вы управляете только верхней его частью. При этом область атаки Арти меняется на круговую зону вокруг него. И когда верхняя часть... Так он, получается, будет летать и даже над водой будет летать? Когда тело Арти атакует, нижняя делает то же самое. То есть вы одновременно контролируете две области. При этом цель помечают обе части Арти. Со следующим использованием ульты Арти снова станет целым, а заодно восстановит здоровье. Скин Аллы Арти делает его похоже на злого колдуна. Прикольный, прикольный. Вспользование ульты выглядит более зловеще и защупалится всякого такого. А скин патрульной Арти за 29 гемов дает Арти полицейские сирены, чтобы вы могли следить за заблюдением закона в парке Стар. Нихуя. Со случаем в инфоцентре в игру приходят скины и лицензия на бой. Начнем со злодеев. Эль Мажордом. Дворецкий всегда виновен. Этот скин можно найти на первом уровне Броул Пасс. Броул получает скин Бродячий кот Бул и заводит злого кота. Похоже, именно он возглавляет эту преступную операцию. А вот те, кто пытается вывести их на чистую воду. Бабочка Пайпер носит нарядное платье и вооружена высокотехнологичным зонтиком. Это скин силовой лиги. Детектив Грей станет немного поярче и получит настоящую руку-пистолет. У этого скина также есть другой вариант. Ну прикольно, окей. Еще одна группа скинов клан Аякаси. Это скины по мотивам традиционных японских масок. Китсуны Лола носит маску лисы и стреляет из лисы тоже. Ну ладно. Котис, который по ночам превращается в злого демона. А Динамайк приобретает поистине сказочный вид со скином Тенгу Майка. Мне нравится. У меня Динамайк, который с сыром вонючим кидается. Вот этот мне нравится. Группу. К Пасхе в игре появится колокольчик Нани розового цвета и с крылышками. Невероятная милота. Скин Султан Карл продолжает серию экспериментов Карла со средствами передвижения. А Джанет выходит на сцену в образе поп-звезды Джанет. Прикольно. Призрачный рыцарь Фрэнд. Долгожданный скин Суперсел Мэйк, автор скина Винки Икс Эскью. Нихуя. И еще кое-что о скинах. Тануки Джесси и летняя Джесси были переработаны. Не волнуйтесь, у нас дойдут руки и до других ее скинов. Прикольно. Зайка Пенни и темная Зайка Пенни тоже переделаны. Теперь они соответствуют нынешнему виду Пенни. Прикольно. Мы знаем, что вы не прочь похвастаться достижениями за все годы игры. Блядь, ебаный факт, шо ты на себя налепил, чел, блядь. Игры. И теперь это можно сделать в начале каждого боя. Я тоже так хочу. Перед каждым сражением будет появляться новый экран начала боя. О, это прикольно. Это чтобы выебываться скинами. Хорош. Вне профиля, значок, уровни славы и мастерства. А также титул. Хорош. Вот это полная хуйня. Блядь, нахуй это добавили. Вот, блядь, уровень славы. Это полная поебота. Отвернемся. Вы можете настроить эти параметры отдельно для каждого бойца. Или показать одно и то же для всех бойцов. Прикольно. Это появляется столкновение, потому что вы сможете увидеть всех бойцов, участвующих в бою. Бля, прикольно. Круто то, что можно выебываться теперь сразу еще перед боем и своими значками, и дизлайки ставить сразу еще перед боем. Доже можно настроить. Все ваши прежние данные будут здесь. Ой, что я сделал? Кто живет в грязном болоте под мостом? Губка Боб, квадратные штаны? Нет, это Виллу, второй боец этого обновления. Ебай. А ну-ка. Что она делает, зомбу? Виллу мифический боец и участница нового трио. Она охраняет туннель любви, который находится на болоте рядом с моргом. Лула метающий. Виллу манибулирует людьми с помощью того, что они любят. Она бросает во врагов фонарь, который действует аналогично атаке Барли. Отличие в том, что цель постепенно получает урон от яда. А вот ульта все интереснее. Виллу кидает головастиков, которые присасываются к противникам, и на время захватывает над ними контроль. Соперник сможет использовать обычную атаку, но ульта и гаджеты будут недоступны. Как особенно... Ну и, блядь, да хуйня это. ...позиций из-под контроля. Можно дождаться конца действия ульты. Победить Виллу, пока она кого-то контролирует, или атаковать бойца, находящегося под контролем. На низком уровне здоровья контролируемый боец может освободиться. Получая контроль над бойцом, Виллу полностью исцеляет его. Контролируемого бойца нельзя победить. Действуйте осторожно. Своего она исцеляет? Все может обернуться против вас. В начале апреля в игре появится и Виллу, и скин Аксель Виллу за 29 гемов. Сразу после этого вы сможете приступить к ее разблокировке на дороге Стар. Вместо старой пыльной системы опыта в игру приходит мастерство. Вы наверняка знаете о мастерстве из других игр. Вот как оно работает в Брол Старс. У каждого бойца есть шкала мастерства, где можно собирать монеты, очки силы, кредиты, элементы оформления, а иногда и хромокредиты. Мы помним, что вы просили добавить больше монет. Дай денег. У нас 66 бойцов. Если умножить на 1750 монет, то получится много. Продвигаться очень просто. Вы зарабатываете очки мастерства для бойца, просто побеждая с ним. Бля, теперь еще и какую-то иконку мастерства придумали. Скоро нахуй в этом разбираться. В этой системе невозможно потерять уже достигнутый уровень. Так что рано или поздно каждый дойдет до самого высокого. Количество получаемых очков прямо пропорционально количеству трофеев бойца, которого вы используете, или вашему рангу силовой лиги, либо лиги клубов. Чем выше количество трофеев или ранг, тем больше очков вы получите. Система мастерства разработана с учетом того, что чем больше у вас трофеев, тем труднее становятся бои. Подбор противников тоже обычно занимает больше времени. Так что каждая победа будет приносить вам больше очков. Прикол. Получать ранг мастерства легко, но это не быстрый процесс. Достижение последнего... Блядь, рассказываю еще раз. Я когда с топом один мира записывал ролик по Бравл Старсу, у него есть, да? Мы ждали катки по 15 минут. Чел ждет, блядь, катки 15 минут, нахуй, чтобы поиграть. Штема мастерства займет около 48 часов для каждого бойца. К тому же есть предел очков мастерства, которые можно заработать за сутки. Но для его достижения вам пришлось бы играть слишком много. Если вы достигли предела, то, возможно, стоит сделать перерыв. Достигнув последнего уровня мастерства, вы получите титул. Титул отображается под вашим именем на новом экране начала боя. Например, для Мортиса это будет «Порождение ночи», а для Лолы — «Примадонна» и так далее. Разблокировав титул, вы сможете использовать его с любым бойцом. Продвигаться по шкале мастерства помогает победы в силовой лиге, лиге клубов и трофейных матчах. Мастерство появится в игре сразу с... Опять. Баскетбой и дуэли стали постоянными режимами и делят одну ячейку. Эти два игровых режима будут ежедневно чередоваться. Прикольно. Мы также подготовили кучу новых карт для каждого режима. А прямо сейчас вместе с официальным ютубером Шампанов мы запускаем мега-конкурс на шесть потрясающих скинов босса всех злодеев. Ебать, босс. Потрясающий скин с уникальной анимацией ты можешь получить совершенно бесплатно. И еще раньше всех этот скин появится в игре. Я понял, я понял. Хуета. Не, мне не очень понравилось. Какой-то вот, ну, предыдущий вроде был мега-крутой. А, ну, этот, за что-то так. Чуть-чуть похуй, реально. Чуть-чуть похуй, реально так. Ну, так вот. Субтитры сделал DimaTorzok